дорогие друзья рада вас приветствовать начинаю свое драматичное видео почему драма а драма по причинам я долго не снимала видео вообще ни в каком формате не тушканом не себя не показывала работа работа без абсолютно вообще без федота федот видимо в отпуск ушел и отказался собрать на себя хоть какой-либо функционал и вот после долгого перерыва я рискую что видео вообще не покажется вам в ленте поэтому я попрошу те кто посмотрит пожалуйста поддержите лайком комментарием может быть подпиской пусть не меня но нашего тушка но он помылся после прошлого видео весь такой беленький свеженький друзья подержите пожалуйста мое видео начинаем и мы начинаем мы я я начинаю со слов благодарности рите рите с канала одержимая духами рита большой помощник человек большого сердца вот я снимаю сейчас видео а две посылки уже идут бегут ко мне и рита помогает активно активно делами всем 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 рита спасибо огромное спасибо огромное подписчикам риты которые пришли ко мне в телеграм-канал не выходный вариант друзья всем очень рада всем подписчикам давайте же говорить давайте же говорить о парфюмах но про драму-то я не закончила драма заключается в том что за окном гремит гром очень драматично может быть вы этого и не услышите но это есть такое гром молния для полноты картины еще свет должен погаснуть и драма заключается в том что очень специфическая подборка подборка парфюмов которые некоторые из которых на что-то там похожи вот и я по поводу схожести парфюмов вдохновения какими-то парфюмами а также кражи интеллектуальной собственности уже высказывалась на своем канале видимо надо будет проговорить какие-то вещи но ой вот я не люблю это ужасно давайте я вам пока буду показывать флаконы упаковки я скажу так найти я не люблю когда человек начинает какую-то фразу а потом говорит но этим самым полностью обнуляет все то что было сказано до этого ну короче говоря скажу как есть друзья выскажусь по теме но но я сейчас не обнуляю свою предыдущую фразу но друзья полный обзор на эти парфюмы был на канале у риты я прикреплю его в инфобуксе если вдруг вы не видели я думаю что большинство из нас посмотрела составила какую-то точку зрения по теме сейчас я тоже немножко об этом поговорю я к чему все это веду и некоторые парфюмы я не носила совсем и некоторые парфюмы я носила но вот так вот полноценно рассказать проанализировать нет конечно поэтому все 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 подробно видео риты давайте начнем друзья с парфюмов усу здесь сто пятнадцатый номер и сто шестой номер это копии я очень быстро проговорю свою точку зрения по поводу копий я купе не ношу можно называть меня снова можно не называть меня снова как угодно я придерживаюсь следующей точки зрения мы все здесь взрослые люди и взрослые люди они вправе поступать так как они хотят поэтому я никого не учу я учу людей по роду своей профессии этим я занимаюсь сто пятьсот тысяч лет поэтому вот по поводу профимерии еще у кого-то чего-то там учить обучать получать существенно нет нет конечно поэтому люди вправе поступать так как они хотят они могут покупать все что они хотят пользоваться всем тем что они хотят использовать это касается и парфюмерии я думаю что на блогерах лежит некоторая ответственность потому что блогеры они же инфлюенсеры они же объясняют что хорошо что плохо ну и опять же мы как взрослые люди можем прислушиваться можем не прислушиваться блогерам и поступать так как мы считаем нужным марка усо и похоже на эту марку компании писали мне на почту предлагали сотрудничество я отказал вежливо отказалась почему я не могу пользоваться и рекламировать говорить покупайте 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 пользуйтесь это круто замечательно потому что вы думаете сусти меня смотрят моей бывшие студенты может быть мои нынешние студенты а бывшие мои студенты знают как я придал и мозг тем что нельзя воровать мысли если ты написал какую-то фразу будь добр пожалуйста укажи авторство и сделай это корректно я вынесла мозг наверное пару сотен человек не знаю может и больше их было этих бедняк поэтому если я придал и мозг с правильным цитированием с корректным цитированием взывала как совести но я не могу таким пользоваться при этом я допускаю что это красиво я допускаю что кому-то это может нравиться поэтому поэтому друзья приходите все 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 парфюмы которые я сегодня покажу все без исключения окажутся на аукционе и вот в этом смысле никакого моего негодования не одобрения быть не может потому что повторяя это частное дело каждого человека что-то выбирать чем-то пользоваться или чем-то не пользоваться я погуглила поискала информацию по 115 и по 106 номеру у меня сложилось впечатление что это снятость и редкость есть все что угодно в продаже кроме вот этих вот двух 106 это такой древесный фужерный с мандарином с гальбановым с ветивером а 115 такой фруктовый удовый я на блотеры наносила все пахнет приятно друзья в общем я думаю что вот такой вот парочкой они пойдут на аукцион а мои друзья продолжим два слова по поводу синонимов я не пользуюсь синонимами я слушала какие-то парфюмы и и я скажу что да на самом деле они они вдохновлены известными парфюмами вот крестьян 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 лаура 0 1 номер экстракт они вдохновились насколько я понимаю ирбой пурой я не против кирки ирбой пуры и всего остального хейта никакого не будет но вы знаете я рассказывала о том что у меня как-то очень возросла чувствительность к амбра деревом на всякий случай наверно сказать что давайте так я скажу амбра дерево я здесь чувствую я чувствую эту ноту поэтому я парфюм не носила на себе я открыла крышечку и закрыла крышечку но это громко стойка и и вот такой вот у нас объемчик вся 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 информация о флаконах будет конечно в телеграм-канале друзья приходите что же интерес номер 4 создан по мотивам лос черри так я вам так скажу мне нравится как это пахнет я не фанат лос черри поэтому ну и повторяю я конечно парфюмы не разнашивала но эмфис номер 4 побывал на моей коже оставил самые приятные впечатления повторяю я не буду сравнивать не буду сравнивать со с черри ни в коем случае друзья но пахнет это переливчато это пахнет вишневой косточкой вот для меня это пахнет вишневой косточкой немного сливой мне нравится запах такой чуть может быть цианидный там чувствуются и бальзамы и корица чувствуются мне кажется искать в этом флаконе лос черри это неправильно но если вы ищете некий вишневый парфюм восточный парфюм при этом там не нет вот этих амбро деревяшек там неплохие почули кстати древесность там есть вот этого вот опасного опасно этой ноты я там не почувствовала приятно мило у меня будет сюрприз для вас вот этот эмфис пойдет в паре со своим братиком может быть сестричкой с другим инфесом на аукцион друзья всегда я говорю приходите 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 на самом деле друзья приходите потому что знаете все если вы подписаны на мой канал у нас там всякие такие дела требующие экстренных вмешательств ну и вся все до копейки уходит на собак иногда на кошек все 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 спасибо вам друзья спасибо и рите спасибо большое так друзья следующим номером нашей прекрасной программы кошки пошли на водопой и мешают мне снимать кошки не мешайте следующим номером нашей программы будет дженни глумникости я твой глаз записывать видео ретрус сейчас наведу резкость ретрус опять же я не буду рассказывать про эту марку многие из вас знают об этом об этой марке и о парфюме собственно из диурет и в том числе парфюм семнадцатого года я носила на себе эту композицию я пока носила эту композицию вот сейчас поняла для себя что я пока к таким ярким розам не готова там нет ничего что нанечка нанечка что-то тоже хочет сказать я пока не готова к композициям где роза главный персонаж мне розы нравится розы я сейчас ношу но там где розы вплетены в канву сюжета и все крутится не вокруг них они таким вот стройным каким-то хором ансамблем создают настроение здесь все-таки парфюм про розу он так называется красная роза да она красная хотя там есть и цитрусовые какие-то ноты и фруктовые ноты стойкость феноменальная шлейф есть все технические характеристики на высоте 80 миллилитров на почти полный флакон друзья с коробочкой все я опять же не являюсь специалистом по марке и думаю что вы могли бы рассказать много интересного я знаю что у этой марки есть фанаты поэтому вот если вас интересует такая вот и но это прямо роза 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 летом конечно интима может быть кстати зимой это неплохо носить но летом это очень ярко это очень страстно вас будут обращать внимание он красивый красивый а мы друзья переходим к следующим парфюмом которые мне очень понравились очень дэрингс маск сведов шведов наверно шведов все таки все такое милое все такое модное сейчас расскажу о парфюме оформление друзья оформление как говорит похитюша 10 из 10 ну что же давайте давайте же уже поговорим о парфюме знаете я обычно с некоторым юмором отношусь к людям которые даже не самим людям которые делают описание парфюмов а к текстам которые они творят я примерно представляю как это делается но это ну хорошо они молодцы иногда нет но мне понравилось описание несколько такое фантазийное описание этого парфюма я подумала что на самом-то деле она очень близко к тому как этот парфюм звучит текст следующий раскрытие хризматичного букета шведов дэринс маск привлекает внимание эффектным и действенным афродизиаком роскошным мускусом нота которого излучает характерный древесный животный аромат нет животного я там кстати ничего не почувствовал постепенно в его пирамиде начинают раскрываться мягкие лепестки майской розы сливаясь в базе парфюма с игре и греевым теплом пикантного пикантного аниса текста своеобразные короче говоря друзья это очень-очень приятный мускус а вот по поводу лепестков майской розы она там есть я соглашусь с лепестками либо я скажу что это майская роза вот она где-то далеко-далеко ее едва слышно она дает просто какой-то дополнительный оттенок этому парфюму придает оттенок то есть это вот не вот не вот это здесь прям роза такая здесь все очень мягко очень красиво при этом мускус плотный но какого-то животного начала я на себе честно говоря не почувствовала парфюм мне очень понравился друзья очень для оформления конечно а следующий у нас но аж дека то еще один парфюм который мне бесконечно понравился вот если кто-то ищет нейтральный красивый парфюм на каждый день парфюм в офис парфюм который никого не потревожит при этом вы будете чувствовать очень нежный хорошо собранный парфюм то это вот наш декатон вам древесно-мускусный ирис пудровые ноты и мускус это не пудра это именно очень давайте скажем так это аромат чистоты это аромат для меня как мне показалось чистого белья при этом несмотря на то что он на самом деле нейтральный он никого не беспокоит его слышно я в нем выходила на улицу ходила по делам ходила на почту и был сильный ветер при этом я его себя чувствую я нанесла на руки но я его себя слушала с удовольствием и чувствовала как бы прислушивалась ощущала довольно плотный мускус это так но в общем мне очень понравился парфюм друзья если интересно приходите приходите знаете я так рассказываю вам о парфюмах об этих а вот я сейчас подумала что вы наверняка знаете их лучше чем я еще один парфюм который я носила с удовольствием отелье иргуван интенс понравился понравился верхние ноты молоко ну давайте скажем так прямо молоко молоко но он тоже очень нейтральный он тоже с одной стороны плотный там есть и зелень там есть и цветы там есть и фруктовые ноты но он он неплохо собран опять же вот как на мой взгляд как парфюм в офис почему бы нет колонь написано но по моему стойкость получше чем у колония на стойкости не жаловалась очень красиво исполненная все аккуратно деревянная крышка понравился понравился а вот еще один парфюм который я тоже носила и который мне тоже очень понравился эти я тут вот не подберу наверное других каких-то эпитетов классный парфюм давайте расскажу о нем from wild написано что это экологичная парфюмерная вода продуманные до мелочей пишут что все экологично начиная с того что там экстракт персика и упаковка экологически все замечательно не имеют стандартной парфюмной упаковки для уменьшения количества отходов мы такое любим мы такое любим давайте про сам аромат мандарин персик апельсин лист черной смородины вот не не надо бояться листа черной смородины лотки там не появляются и появится вот как мне кажется вот я вот рукой вам машу вот друзья груша цветок орхидея амбрета мускус янтарное дерево я бы сказала что это парфюм про персик который вы едите на берегу моря а может быть океана мне показалось что это вот чуть слоноватые персики которые вы едите где-то что-то рядом цветет может быть да чуть-чуть есть вот эта зелень смородиного листа но нет совсем не опасно но все очень красиво все очень аккуратно такой вот модный минималистичный дизайн короче классный парфюм классный нравится очень друзьям приходите покупайте у нас есть разные аукционы но часто мы стартуем совсем маленьких цен поэтому можно найти что-то что стоит очень дорого а может быть вообще сейчас не продается по очень хорошей цене я сейчас говорю не только о тех парфюмах которые видео но и про все остальные рукой вам махну про все остальные парфюмы которые вы можете увидеть на канале невыходный вариант так в заключение я попрошу еще раз пожалуйста мексиканскому тушкану зря он мылся что ли мексиканскому тушкану лайк и комментарий друзья рита спасибо огромное спасибо за все 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 друзья спасибо вам спасибо вам что вы неравнодушны спасибо вам что вы неравнодушны к каналу неравнодушны к хвостам участвуйте парфюмерные благотворительности жертвуете флаконы я вас всех друзья обнимаю благодарю продолжение конечно следует и нужно возвращаться мне на канал прям срочно 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 продолжение следует обязательно но тушкану пожалуйста а можно два комментария даже